Всем привет! Что будет, если рефери неправильно занимает позицию в октагоне во время боя? Вот на этих кадрах он попался под горячую ногу. Сильно близко подошел, сам виноват. Как Херб Дин, надо было с другого конца октагона смотреть, тогда бы и никаких проблем не возникло. Другой вопрос, почему никто из этих парней не подошел помочь нокутированному рефери. Это главный вопрос. Внимание, друзья! Завтра будет топовый суперматч серии А. Милан против Ювентуса. Залетай по ссылке в закрепленном комментарии. Укажи при регистрации промокод ААММА. Ставь на свою команду и получи бонусами до 25 тысяч рублей на первый депозит. Успей до начала матча. Магомед Исмаилов сказал кое-что про Коннор Макгрегора, что подхватили болельщики. Дело в том, что Мага выразил респект Коннору. Макгрегор человек не идеальный, как и все мы. Но когда он появился, мы стали гораздо больше зарабатывать. Для ММА он делал очень много. Он легенда. После этого на Исмаилова обрушилась волна одобрения и согласия со стороны болельщиков. Вот в этих комментариях вся суть. Отметим, что Мага немного похож поведением с Макгрегором. Он также старается раскручивать свои бои изо всех сил. На этом видео Магомед Исмаилов и Александр Ильич устроили потасовку в отеле перед поединком. Переобулся Мага? Нет. Хабиб сам говорил, что Коннор сделал большой вклад в ММА. Благодаря ему все стали больше зарабатывать. Хабиб также отреагировал на новость о том, что его бой с Макгрегором вчера. Отметил юбилей 4 года. 4 года историческому ивенту поменял выражение его лица. Тап-машина. Подписал это фото Хабиб. Александр Емельяненко удивил всех. АЕ может провести боксерский бой против Николая Валуева. Их бой может состояться под эгидой промоушена «Наше дело». Многие удивились такому ходу событий. Пока есть яркие личности в боксе, бокс будет жить несмотря ни на что. Несмотря на то, что ему пророчат, что ММА полностью вытеснит бокс. Вряд ли это случится в ближайшие годы. Пока будет спрос, будет и предложение. С кем у Шавката Рахмонова будет следующий бой, стало известно. Шестой номер полусреднего дивизиона Джефф Нил принял предложение Шавката. Джефф Нил, я не виню тебя за то, что ты сомневаешься в себе. Но когда ты уже примешь бой? Моя команда позвонила Шону Шелби этим утром. Будь осторожен с желаниями. До скорой встречи, Шавкат Рахмонов. Моё уважение. Скоро увидимся, написал Шавкат в ответ. Ваши прогнозы, друзья, на возможный поединок? Пишите в комментариях. Я думаю, что Шавкату надо пробивать себе место в топах. И он должен побеждать Нила. Заодно отомстит Зелюке. В прошлом Нил Мэгни победил Джеффа Нила. А что Шавкат сделал с Мэгни, мы все видели. Так что ждём победы Шавката. Почему Джастин Геджи желает победы Оливейре, а не Махачева в их бою? Вопрос заключается в том, что позволит ли Оливейре себя засабмитить. Если нет, то, скорее всего, он проведёт три раунда на спине и проиграет Махачеву решением. Так считает большинство, потому что это наиболее вероятный вариант развития событий. Но если мы вспомним недавний бой Камару, то поймём, что это лучший спорт в мире, в котором может случиться всё, что угодно. Я с нетерпением жду этот бой. Надеюсь, Оливейре сможет остаться в стойке и побьёт Махачева. Было бы круто увидеть такое. Посмотрим, что будет. Геджи, брат, это твоё мнение. Мнение, которое мне не очень нравится. Но так как ты мой любимый боец, особо обиду не буду кидать. Но будь в курсе, ещё такие заявления будут... Наверное, у Геджи обидно Хабиба, что он его победил. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Будьте в курсе. Ставьте лайк, если информация была вам полезной. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.